Эти люди знают об экономике намного больше обывательского уровня. Это эксперты в своем деле. Банкиры, ученые, предприниматели на добровольной основе работают над развитием региона. Ровно год в Хакасии существует Совет по экономическому развитию. 14 рабочих групп и порядка 130 человек рассматривают важнейшие для региона бизнес-проекты. Если они выгодны для республики, одобряют, а значит помощь в виде грантов и налоговых послаблений от правительства будет. За 12 месяцев через экспертов прошли более 70 инвестиционных проектов. Часть из них уже реализовали. Совет по экономическому развитию стал для республики своеобразным фильтром выгодных идей. Захотелось создать такой координационный орган из экспертов по разным направлениям деятельности, которые могли бы вырабатывать эффективные, достаточно быстрые, достаточно смелые и динамичные решения. Так вообще этот симбиоз очень полезен. Предприниматели, законодатели из Верховного Совета участвуют в Совете по экономическому развитию, представители различных партий и движений. То есть практически все срезы и сферы сообщества республиканского в Совете по экономическому развитию представлены. Благодаря работе Совета отметил Виктор Зимин успехи региона и сегодня оценил и федеральный центр. Проект Абакана-Черногорской агломерации один из пяти по России получит господдержку. Наша маленькая республика оказалась в числе лучших с такими мощными промышленными регионами, как Свердловская, Ростовская, Самарская области и Республика Татарстан. Причем такого органа, как наш Совет экономического развития, не было создано нигде. Мы получили очень высокую оценку за проведенную работу. Три инвестиционных проекта, однако значимость их велика для всего региона. Их реализация даст республике огромный толчок для развития. Один из ключевых проектов сегодня – строительство нового энергоблока на Абаканской ТЭЦ. Он увеличит мощность и позволит развиваться бизнесу, а значит привлечет в регион новых инвесторов, а вместе с ними и дополнительные налоги в бюджет. Кроме того, повысит и экологическую безопасность с резервом тепла и электроэнергии. Хакасия сможет закрыть ряд котельных. Запуск блока – апрель 2014 года. Республика, в свою очередь, дает послабление. Виктор Зимин подписал сибирской генерирующей компанией договор предоставить налоговые льготы. Для нас это очень важно. Конечно, сам проект, он даже для нашей компании, которая работает в четырех крупных регионах, в Севере, это большой проект. В Алтайском районе еще только в планах открыть агропромышленный парк на пустыре возле Белого Яра. Туда будут входить у нас и теплицы, и перерабатывающие предприятия, и рынок, где граждане могут и сельхозпредприятиям продавать свою продукцию. Цеха по переработке сельхозпродукции принесут дополнительные средства не только в бюджет района, но и республики. Жителям в Жахакасии даст возможность покупать сельхозпродукцию по оптимальной цене. Переработка мясной продукции, молочной продукции, она по-прежнему у нас востребована. Строительство тепличных комплексов – это, наверное, самый востребованный продукт на территории нашей республики. Потому что мы понимаем, что сегодня в основном массе мы питаемся продукцией, произведенной в китайских теплицах. Инвесторы достаточно серьезные, если мы сможем реализовать, мы достаточно серьезно должны подвинуть вот это пустарное производство. От теории к практике уже перешел Черногорск. В городе угольщиков создадут промышленный парк. На участке в 200 гектаров откроют три десятка предприятий малого и среднего бизнеса. Стоимость проекта – более 7 миллиардов рублей. Причем республика направит лишь миллиард, и тот окупится. По расчетам специалистов, на каждый вложенный рубль придут частные инвестиции в пятикратном размере. Также промпарк даст практически 4 тысячи рабочих мест. Это всего лишь три из всего списка проектов. Общий объем инвестиций – более 130 миллиардов рублей. Для сравнения, бюджет Хакасии в семь раз меньше. Совет по экономическому развитию сегодня не только дает старт новым успешным производствам, но и привлекает новые инвестиции, а вместе с ними и дополнительное налоговое поступление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова